Наталью, вітаю тебе. Весь этот час ты стежила за тем, что происходило в Украине, наведывалася до Киева. В тебе квартира твоя находится в самом центре города. И, власне, ты жила, когда приездила до столицы в эпицентре подий. За последний час... На Майдане в воскресенье, перед вот этими всеми такими ужасными событиями, которые начались во вторник. И когда я была на Майдане, я обратила внимание, что достаточно спокойная обстановка. Люди все дружелюбные, очень простые, хорошие люди. Мне даже понравилось. Я поняла, что, может быть, все-таки потихонечку все это как-то разрулится правильно. Но мы в понедельник улетели, а во вторник началась вот эта жуткая кровавая бойня. Как мама реагировала? Как вы переживали все это, будучи в России? Ну, конечно, это очень все так на нервах, потому что, во-первых, все мои друзья, все мои родственники, все, что могла я, чем помочь финансово. Конечно, это и медикаменты, и еда, то, что носили под пулями людям туда, на Майдан. Реально, мои два брата, которые там, они настолько вот тоже участвуют во всех этих событиях. И, конечно, это каждый раз, потому что ты не понимаешь, как там вернется человек, не вернется, и вообще, что там происходит. Подруга лучшая застряла в поезде, ехала со Львова, и 15 часов продержали поезд, и мы не понимали вообще, чем дело закончится. Потом их где-то высадили на какой-то станции, это уже 5 часов. То есть, конечно, такая очень нервная обстановка, и все время на телефонах. Слава богу, что была всегда связь, и ты понимал, что хотя бы с людьми все в порядке.